Из-за того, что теперь можно строить здание... Всем привет, я прошу прощения, я хотел стримить, но из-за хренового интернета у меня не получилось стримить, так что я просто дальше выложу запись этой игры. Играю за быка, как видите, вышел новый патч еще тем более, кстати, одна из отличий этого патча в том, что теперь начальные войны стоят 20 монет, извините, 30 монет, а не 20, как раньше было, и увеличивается соответственно, то есть сейчас покупать воинов будет дороже. Так, давайте я здесь лекарей поставлю. У меня проблема с деньгами намечается, потому что... Да, кстати, дом тоже надо построить, потому что очевидно... Идем за быка, идем в градостроителей, колонизацию берем. Колонизация, чтобы дешевле за еду добавлялась территория. Хижина знахаря готова. Там кто-то... Ну, за быка не особо важно вот находить центр, у нас не так важна нам слава, на самом деле. Так, давайте... Сейчас зимы дождался. Давайте вот теперь отправлю... Руинки исследовать. Так, тут еще рыбу можно добывать, так. Давайте, наверное, построю добычу рыбы и построю добычу железа. У нас проблема, у нас мало денег будет. А для быка это важно, потому что он должен увеличивать свою территорию, когда в градостроительство мы выйдем. Ну и плюс 250 денег еще, чтобы берсерка прикупить. Вот тут, правда, еще, видите, можно будет денег. Наверное, у нас план такой. Летом зачистить вот эту... Ну, когда зима закончена. После зимы зачистить эту территорию и купить... Присоединить и эти руины исследовать, и будет... Нам хватит денег на берсерка, очевидно. Бык самый простой в развитии клан, по моему мнению. Просто в управлении. Просто это самый... Вот, если вы новичок в Норглоде, берите, пожалуй, быка, потому что он самый простой. Потому что ко всем зданиям можно только одного этого присоединить. Так, дом я хотел построить, вообще-то. В основном не паримся из-за того, что у нас не хватает территории, потому что за быка не хватает места. Вот, видите, вот, например, тут два из двух. За быка нам надо будет улучшать территорию. Когда мы откроем градостроительство, вот, смотрите, способность улучшения зоны дешевле на 50%. Сейчас мы это берем как раз. То есть не 100 монет будет стоить, а 50. В улучшенных зонах обученные бойцы получают плюс 10% к производству. А у зданий затраты на содержание снижаются на 50%. То есть, во-первых, мы сразу развиваем вот эту область. У нас тут пять. Я понимаю, что надо было копить на берсерка, но у нас пока просто железа нету, чтобы его купить. Поэтому нету смысла держать. У нас деньги вот отсюда появятся. А зато у нас будет больше сейчас добывать денег мореходы, эти лесорубы быстрее добывать, дерево. Так что все норм. Дальше, наверное, улучшу вот эту область, когда поставлю здесь... Хотя я не знаю, сейчас подумаю еще. Надо посмотреть, насколько быстро мы эту территорию за... Так, давайте-ка мы уже сделаем войны. Сейчас, вот нам просто после... Должен успеть. Видите, они далеко друг от друга находятся. Они не успеют один волк к другому добежать. По идее, им не хватит одного. Видите, 30 стоил только что. В патче изменили стоимость. 30 стоил. О, поехали. Должен... Блин, темные эльфы, это жопа. В моем... Ну, там, правда, один сейчас прибежит. Вообще, мне бы здесь башню поставить. То есть у меня тут единственный проход ко мне. Отлично. Ну, используем пока так. И, пожалуй, перекинем ребят сюда. Ждем... Ждем эльфа. По-моему, один пока должен быть. Войны мне точно убьют. Вон он бежит. У нас еще эти слабые... А, еще уж уменьшили в патче защиту... Защиту ваших ребят. Раньше у поселян было 4, теперь 3. Фуф. Все, отбились. Возвращаемся. Возвращаемся. Надо собирать еду быстрее. Присоединять вот эту область. И, собственно, нам 80 еды надо. Да, я уже скоро куплю, получается, берсерка. Все путем. Прошу прощения у тех, кто стрим смотрел. Ну, реально, что-то с интернетом просто жопа... Происходило в этот момент. Поэтому... Там все лагало. Я оставлю начало, может... И ссылка в описании к этому видео к началу будет. Вот если его можно будет посмотреть вменяемо. Ну, смотрите. Значит, после Гадрада Строителей идем... Вот тоже способности БК. Военная подготовка. Яростный натиск и неудержимость. Блин, блин, блин. Нет, убил, блин. Да, нам, короче, надо быстрее... Нам... Короче, БК очень слаб по-хорошему до того, как у них не появится их торфен. Это вот берсерк. А стоит он очень дорого. Видите, 250 монет и 15 железа. У всех остальных он стоит 150 монет и 5 железа. По-хорошему, если бык теряет торфена, то это ГГ для него. Если вы играете против БК, то вам надо рашить нападение на него в первые 2 года. Ну, короче, до 803 года он очень слаб. По-хорошему. Ну, скажем так, пока у него торфен не появится. Он реально зарашивается просто в путь. То есть, ему просто нечем защищать, потому что у него, видите, военные лагеря всего одного воина дают. Рашить за БК военных лагерей много не очень хорошо, потому что эти военные лагеря тратят на содержание. Так, все, забираем эту территорию. Следуем с помощью скаута. И это нам хватит... Ну, так, сразу красная луна. О, красная луна, кстати, очень в темы. Как раз вот эти территории зачищу, которые тут набегают на меня. И как раз у меня будет 15 железа примерно к тому моменту, даже раньше, чем скаут исследует. Ну, короче, у меня примерно... У меня даже раньше, чем красная луна, будет торфен. Так что норм. Норм. Так, дальше нам надо улучшать области за счет градостроителя. Вот это и способность. То есть, вы сначала идете в градостроителя, потом идете в неудержимость. Военная подготовка. Ваши юниты. Еще одна способность классная у БК. Когда вы откроете военную подготовку, вам можно не возвращать военных юнитов обратно в поселян. Потому что они, во-первых, будут давать опыт. А когда вы откроете яростный натиск... Нет, подождите, или это здесь уже сразу? Подождите, а где-то от... Они убирают свободные... Или это в славе? В славе, по-моему, да. У БК войны еще... Да, у каждого непоселяния есть бонус к производству, который зависит от размера армии под вашим контролем. Так, ну вот мы берем торфена. Я даже, наверное, не буду ждать... Кровавой луны. Вот этих точно зачищу без кровавой луны, ребят. Так, возвращаем. Строим здесь. В чем еще способность торфена? Во-первых, он более мясистый, чем обычные... Обычные берсерки. Но он еще начинает на территории находить... Тут постою? Или здесь? Нет, я лучше, когда красная луна, я сначала вот этих зачищу, а этих... Хотя, подождите, у меня сколько? 110? Нет, значит, с этих начну. Просто я думал, я не смогу присоединить территорию. Вот. Появляются вот такие штуки периодически, где вы можете искать для себя всякие легендарные предметы. И эти предметы раз вам бонус дают сами по себе, а потом еще будет, когда вы откроете неудержимость, по-моему, да, восстанавливает здоровье на 10%. Блин, утомили, конечно, волки, но я уже дождусь красной этой луны и выкопаю сначала тут инструмент. Так, сюда давайте тоже поставим. Минус, минус БК не только в том, что он слаб в первые года. Но, опять же, видите, у меня хоть есть торфи, но пока хочу уже дарыть и потом нападать на этих волков. Но нету, что мне далее? Атаку и скорость атаки на 10%. Дальше военную подготовку. В принципе, уже можно даже одного парня в воина превращать. Видите, если бы не красная луна, я бы не смог этих ребят забить. Но, хотя у меня сейчас, по-моему, дадут Тана. У каждого непоселяния есть бонус к производству, который зависит от размера армии под вашим концом. То есть, вот этот воин теперь еще бонус дает к производству. А когда он будет на своей территории стоять, когда мы не будем воевать, он еще будет опыт накапливать. Вот тут он будет добавляться. Ну, даже вы, наверное... Вот, видите, было 309, стало 310. То есть, ваша армия, грубо говоря, не простаивает никогда. Если вы не воюете, то ваши юниты потом все равно набирают опыт. Все. Теперь можно тут стоять. Вот тут у нас еще есть на будущее. Вторая проблема быка в том, что ему сложно открывать территорию. Так, добыли, добыли. Тут у нас железо. Камень у нас тут. И второй камень тут. Давайте мы, наверное, этот камень начнем добывать. Блин, мне вообще нужны, конечно, еще торговцы. У меня нету еще... По-хорошему, надо было бы, конечно, вот два дракара этого выше крыши. Две пристани дракаров поставить. Но у меня нету этой возможности, к сожалению. Поэтому... Блин, может, давайте сюда пока... И мне бы рынок, на самом деле, поставить, чтобы накапливался... Накапливался на железо, на всякий случай, на будущее. Ладно, давайте пока сюда поставим торговцев. Эту территорию улучшим. Пока не строю больше домов, у меня нету счастья. Улучшим эту территорию. Здесь поставим еще... Вот это добывать. Камень. И поставлю, пожалуй, рынок здесь. Или лучше здесь, поэтому лучше тут улучшить. Тут у нас еще и лекарей есть. Не хочу пока проводить... Но еду у меня достаточно. Так, еще надо одного на добычу дерева. Так, этот добывает железо, этот добывает деньги. Тут рынок, давайте... Давайте отправим, наверное, исследовать территорию дальше пока. Видите, я в соседях чер... А, смотрите, еще в патче. Теперь неизвестно, кто за какой клан. Там, правда, в начале было написано, но я уже забыл, естественно. Поэтому фиг знаешь, против какого клана играешь. И кто там... Ну, мне надо будет потом вот эту присоединять. Не сейчас, я не хочу пока. Так, рынок. В рынок я пока не буду добавлять. Хотя, может, добавить? Какая разница? Вообще, по-хорошему, надо было, конечно, рынок и торговый пост в одной клетке ставить. Но у меня нету такой... Хотя, можно было сюда, конечно, их поставить. Наверное, надо было. Может, даже я перес... Не, ну, блин, рынок уже перестраивать жалко. Он будет накапливать ресурсы. Видите, нету пока невозможности купить железо. Он постепенно будет накапливать. Почему надо было в одной клетке? Потому что они улучшены. Друг на дружку влиять будут на торговцев. Так, ну, наверное, надо еще поставить железо добывать, раз такое дело. Раз у нас тут есть дерево. Вроде никто нас не исследует и нападать пока не планирует. И я бы еще больше сделал этих... Ну, еще хотя бы один военный лагерь поставил. Так, давайте, наверное, вот тут так. Там коричневый следует. Коричневый, вот даже если выбрать, непонятно, да, за кого. Да. И тут не посмотреть, какие у кого кланы. Я помню, точно были... Ну, нету смысла больше домов ставить. Ведь у нас 0,8 счастья. Я поставлю дома. Будет первый же поселянин появится и в минус счастье уйдет. Железо нам, естественно, нужно для того, чтобы... Яростный натиск для воинов. При натиске еще... Вот, еще, например, одна проблема быка, что ему надо играть только через воинов. Не через метателей топора, не через... Ну, как проблема? Ну, как бы немножко ограниченный. Ограниченный. Потому что натиск может быть только у воинов, а не у метателей топора. У кого там щитовиков и кто там еще этих... Вот. Натиск, когда вы в кузне за железо улучшаете. Вот и яростный натиск. Благословение Йорда, естественно, берем. И уже будем апгрейдить. Так, где у нас там скаут. Тут и пока не можем исследовать. Давайте вот эту тюрьму. Ну, я вообще, знаете, верну пока. О, все равно в минус уже пошло. Ну, вот как раз хотят ратушу улучшать. Сейчас улучшим ратушу, потом, наверное, улучшим... Это за звук был. Кстати, Йотунов надо было открыть и торговать с ними. Блин. Попанул. Беги, беги, беги обратно. Так, эльфы к кому-то побежали. Я даже не буду башню ставить. Проблема еще... БК, у него не хватает денег из-за содержания территории. Ему поэтому и надо территорию улучшать, чтобы... Так, ратушу улучшим. Чтобы меньше содержания требовалось зданий. И поэтому надо компактно так стать. То есть я вот сейчас потрачу 50 золотых на улучшение этой территории. И, пожалуй, здесь... О! Так, мне надо завалить вот этих волков и добыть снаряжение мое второе. А с Йотунами я буду торговать. Кстати, тут еще поменяли... А, блин, или... Подождите. Я же не смогу торговать, пока чеканку не открою. Смысл спрашивается, в чем тогда. Ну ладно, я все равно открою Йотун. Я хоть буду смотреть, кто с ними торгует. И Йотуна в катере две штуки, может быть, на карте. Точнее, их должно быть две штуки просто. Просто конкретно должно быть две штуки. Так, кузню надо ставить и уже натиск выковывать. Ну и плюс мы тут, видите, получили... Всякие дополнения. Я, наверное, знаете что? Я, наверное, сначала все-таки на еду апну, а потом... Как у нас с развитием? Я второй по науке. Там синий что-то валит вообще очень. Так, вот теперь точно возвращаем. По ножи им дали. Так, это у нас было 10% на атаку, 10% на скорость. А вот это новое. Пассивный способ топот позволяет наносить урон по площади. Увеличивает скорость передвижения по нейтральной или вражеской территории. Круто. Так, смотрим. О, ко мне бегут. Ой-ой-ой, сюда вернемся. Этих я с торфеном. Эльфов вообще. Эльфы, наоборот, становятся... Этими мобами, на которых ты наваливаешь опыт просто. Так, с этими ребятами никто не торгует пока. Видите, вот сейчас... А, нет, вот торгуют коричневый. Коричневый торгует 27%. И теперь, когда с ними торговля до 100%, тебе дают уникального героя йотумского такого. И йотуны не присоединяются к чуваку. Они остаются нейтральными такими же. Ну, вот и прокачать. И тут, естественно, за БК вы берете завоеватель в обязательном порядке, чтобы вам дали бесплатную вот это. Берем неудержимость. Нам осталось, в общем-то, защищенность взять. Как возьмем защищенность, можно еще и домик один построить будет. Так, не отправил тут натиск делать. Значит, тут давайте натиск делаем. Сколько нам у нас будет тут железа? Еще 8. Значит, 25. 10 надо на реликвию оставить. 15 обработать. 15. Давайте, наверное... Блин, давайте, наверное, все-таки торговцы. Вообще, правильнее было бы морехода улучшать. Если у вас два берега, вам торговцев вообще можно не ставить. Вы ставите две гавани, улучшаете их, и у вас все круто. Но у меня, к сожалению... Я все равно улучшу гавань, потому что на науку надо. Я понял, что это ты, но я еще тебя не нашел. Давайте, наверное... Давайте, наверное, торговцу улучшу. Лесоруба. Дальше подумаю. Так, тут улучшаем гавань. Сюда еще... Ну, улучшенные гавани на одного больше дают, но в итоге вы максимум можете только двух ребят. Добавить куда-либо. Так, давайте, наверное, заберем вот эту территорию. О, тут у черного территорию кто-то отжал. Да, давайте еще проверю, что я не могу торговать с йотунами. Да, не могу. То есть мне надо чеканку открыть для торговли. Но я, видимо, так и пойду в чеканку. Так бы, опять же, кораблестроение и не торговал бы ни с кем. Значит, после неудержимости надо будет защищенность брать. Потому что торфен у вас всегда будет. И счастье стопудово надо... Плюс одно счастье за каждый улучшенный военный лагерь. А у нас как раз такая способность есть. Вот, посмотрите, у БК улучшение лагерей стоит 50 дерева, 25 монет и 5 камня. Надо улучшать обязательно. А, у меня еда закончилась. Слушайте, внезапно. Так, кого мне лучше? Давайте, наверное, так сделаем. А чё только еды мало, подождите. Так, мне тоже неприятно, что ты уже эту территорию забрал. Так, как мы будем соседствовать напрямую. Давайте... Блин, не того. Вот этого так, так. И надо ещё, конечно, апнуть... Что вот это у меня с едой фигово. Всё, блин, сейчас ещё землетрясение будет хреново. Надеюсь, не на еду и не отцелят. Так, вот это ремонтируем. Лекарь сейчас заработает, не страшно. Так, 5 осталось тут, а тут осталось 1. О, сейчас этот тоже появится. Работничек. И сейчас уже надо, конечно, строить... Серьёзно, чёрный, ты это забрал? Ах ты гад. Вот это хреново он забрал. Ну, во-первых, это мой второй камень. Я не могу ему позволить забирать мой второй камень. А во-вторых, тут были овцы. Это я зря проспал. Не успел. Он не убежит. Чёрный потерял... Берсерка. Так, тут мы добыли всё. Не, как бы я медленновато играю, но меня, к сожалению, отвлекала проблема со стримом. В принципе, пока всё норм. И с моих соперников никто тут особо не вырывается. Он даже не успел одну овцу убрать. Может, у неё не заметил, конечно. Так, в общем-то, дальше я, пожалуй, поставлю всё-таки реликвию создаваться в очередь. И подожди, давайте я пока, может, отменю апну... Апну добычу еды. Мне надо еду, потому что не хватает... Блин, надо сначала даже вот это отремонтировать, а потом уже апать что-либо. В принципе, всё важное мы уже открыли. После защищённости домашний очаг берём, чтобы меньше было потребления еды зимой. А дальше, ну, понятно, военное ремесло. Тут умелая разработка по-любому придётся брать. Тут в данном случае через чеканку надо будет идти, а не через кораблестроение. Если у вас два берега есть, ещё раз повторю, то лучше кораблестроение. Идти и ставить вообще два... Два этих... Уже железо набралось девять. Если чё, если убьют мне Торфена, то в принципе... Решаемо всё. Так. Пока вернём... Надо сначала рыбака улучшить, потому что мало еды. А зелёный-то в нашей? Ну, он всё сидит. Вроде да. Не, вроде новый какой-то чувак. Не наш, это не наш. Это, видимо, чёрный спрашивает. В общем-то, до филеторисами не следует. Надо чёрного выносить, будет. Кстати, можно и воина уже сделать. Потому что воин всё равно только плюс будет давать. Я хочу тебе сделать, чтобы с тобой отнарговать. Чтобы... Так. Надо бы, конечно, апнуть и скаута апнуть, чтобы чёрного побыстрее вынести. Ну, у меня нету ощущений. Хотя... Он скоро добудет. Ну, бык вообще не боится этих налётов ворона, по-хорошему. Он одним своим берсерком может отбиваться от каждого. Ну, просто неприятно. Знаете, как комарик кусает. А этот реликвия БК тоже офигитель. Вообще, лучше всего, конечно, с ней атаковать. Потому что, смотрите, способность провокации в течение короткого периода все вражеские бойцы башни атакуют Торфена. При этом его защита на 6 секунд увеличивается на 100%. То есть, вы заходите в область. Чувак готовится от вас отбиваться. А вы провокацию используете, плюс ещё у Торфена уже открыто. Это тоже исследование. У него есть неудержимость. Нет, подожди, неудержимость. А, или, подожди, это когда 500 славы. Да, 500 славы Торфен может разбивать таран. Способность тарана появляется. Он может разбивать башню. То есть, Торфен заходит, врубает провокацию, врубает таран, разбивает башню, все юниты атакуют его, а вы в это время другими своими юнитами убиваете все юниты соперника. Торфеном убегаете, чтобы полечиться. Ещё раз повторю, БКу главное именно Торфена не потерять. Убегаете, чтобы полечиться и... Знаете, может, волков этих завалим? Ладно, подождём, уже лето. Ещё слабость... Ещё одна слабость БК — зима. Вот, если вы хотите нападать на БК, то нападайте зимой, потому что у него нету шуб. Шуб техи, которая не снижает силу юнитов зимой. У БК она будет снижена, и у них нету, в принципе, шуб. Вообще они не могут это никак исправить. Так, мне надо забирать эту территорию, чтобы камень добыть. Ну, реально, ворона бы наклеил забирать вот эту территорию, потому что это мой второй камень. У него там явно есть где-то камень. Ну, наверное, заберу уже. Знаете, я, наверное, даже апну уже разведку. Отправлю разведчиков и одного отправлю строить тут. Так, овечку в центральную территорию. Нам нужно уже военные лагеря строить. Давайте этих волков завалим. Да, еще, кстати, Торфен лечится, когда убивает... Когда умирает юнит... Даже не когда он сам убивает, а когда умирает юнит на территории. Это... Да, вот это неудержимость как раз за это. Во-первых, получает плюс 5% к силе атаки и защите за каждое обнаруженное родовое снаряжение. У меня их два, то есть уже плюс 10%. И когда боец умирает в зоне, где находится Торфен, он медленно восстанавливает здоровье в размере 10% от максимального здоровья мертвого бойца. То есть Торфена завалить будет очень тяжело. Добываем. О, землетрясение, еще камешек, отлично. Это очень хорошо. Так, давайте-ка мы, наверное, начнем уже... Вот кого отправить. Давайте, наверное, лекаря отправим. Блин, и вообще-то мне надо уже дома еще построить. Давайте лекаря сделаем этим. По селянинам. И построим домик тут. Домик и... Учебный лагерь. Надо уже учебные лагеря. Понятно, что на каждой территории желательно для учебных лагерей по одному... Так, ну вот, смотрите, тут у Черного еще есть территория. Вместо того, чтобы ее забирать, он зачем-то ко мне полез. Нет, стоп, селеный ты Леша, правильно? Нет, почему? Я Халецкая. У тебя не команды тут, а новый. Ну, тогда... Так, меня рассекретили. Что делать, ребята? Что делать? Ливать, что ли? Блин, так где же его центр-то? Хрена, он расселился. Так, пошли. Нам нужен... Я думаю, что и без реликвии, в принципе, можно напасть. Я не буду пока апать. Надо дерево. Массакр происходит. Ну что, захватить территорию пока? Пока есть такая возможность. Не буду даже ничего делать. Там всякие провокации, ничего такого. Посмотрим, сколько у него... Армия вообще может быть. Судя по всему, только четыре. Ну, исследуйте. Будет вообще сейчас возвращать, наверное. Так, а что он не лечит моего? Сейчас просто не буду давать... Добывать. Мне, кстати, можно даже и не до... И не до... Собирать камень. Мне вполне будет норм. Вот это... Вот это очень зря. Не стоит... Так, у меня микроконтроль, правда, хреновый. Но не стоит малой армии нападать на Торфена. Вы просто его не убьете, а потеряете своих юнитов. Всё, меня это устраивает. Так, где у нас тут выпал камень? Не здесь, не здесь. Вот здесь, да, придётся убрать пока склад, к сожалению. То есть я могу даже не дособирать и потом добивать лучше этих... Появившихся големов. Ой, здесь, да. И получить опыт. С Торфеном этих големов убивать вообще только... Радость. Так, у нас два этих есть. Что мне апнуть? О, ещё эльфы сейчас. Мне опыта принесут. Как понял, Алексей мне хочет подводить, да? Да это не я! Домашний очаг. Апнем, наверное, лекарей. Ну в том-то и дело, я же говорю, он зелёный. Разоблачение. Так, микроконтроль удался. Вот тут я точно не успею. Ну, кстати, можно этот пир устроить, чтобы побыстрее было. Но уверен, что вот здесь я не успею собрать камень. Так, где мы будем в первую очередь? Наверное, вот здесь будем. Зелёный бык. Ну да. Не может быть, Лёша. Ну да. Подгадить. У человека 4 армии всего лишь. К 803-му ходу. Ну я его просто снесу. Я сейчас построю. Когда этот сделаю, разберусь с этими ребятами. И он просто будет снос. Строим. Так, здесь ставим тоже. Понятно, что у быка будет, скорее всего, всегда армия меньше, чем у кого-либо. Но, на самом деле, грубо говоря, 12 воинов быка с торфеном вполне нормально стоят против 18 юнитов. Какого-нибудь оленя, предположим. Ну, как стоят. Это размен будет. Но бык потом собирает опять армию в 12. Потому что это дешевле, грубо говоря. Стоит для всех одинаково. А у оленя уже нет денег 18 собрать. Он берёт те же 12. И всё, 12 на 12. То есть, одинаковые армии по количеству бык выносит. Ну, чё тут? Успеваю? Нет, не тут, не тут, не успеваю, да? Так, ну давайте этого сначала сносим. Потому что тут еда. Не хотелось бы. Так, выбираем. Так, меня жёлтый исследовал полностью. Серый на меня рейд натравил. Это, это, это потеря денег просто. Просто потеря денег. Тут, вон, смотрите, проблемы. Я даже, наверное, вот эти... Ой, ой. Вот этими войнами, которые у меня есть, сейчас пойду сносить чёрного. Так, это убираем. Ещё одного на дерево. Это убираем, ставим. Добычу убираем. Ну, зима заканчивается. Я думаю, что у меня как раз ещё и этот появится. Так, я построил тут, построил. Тут, наверное, пожалуй, придётся ещё одну метатель и топоров поставить. Конечно, идеально ставить только в учебные лагеря везде. Но вы не можете. Так не получится, да? Просто, естественно, метатели и топоров вы не будете никак улучшать. Их использовать просто, чтобы дополнительный слот был. Так, что у меня будет 7. Так, поставлено, поставлено. Вот тут надо ещё лагерь, это было 8. Ну, 9 юнитов конкретно чёрного снести вообще изи. Получается. Так, что у нас по развитию? Там у нас коричневый божит. Нам бы коричневого исследовать, конечно. Давайте-ка я этого в скауты. И этого в скауты. Вообще, я думаю, что имеет смысл мне бы ещё территорию помять. Чё-то денег уже дофига. Просто дофига. Что тут у... Вот, то есть на ворона нападают. А, нафиг военные лагеря строить. Пофигу. Четыре военных лагеря. То есть два военных лагеря. То есть четыре населения. Хватит. Тут у него что-то забирают. Ну, тут понятно, я думаю, всё, да? Давайте я, наверное, ещё метателей топоров сделаю. Напоминаю, что улучшение лагеря ещё даёт плюс пять процентов к силе. То есть по-хорошему. Ну, видите, жёлтый добывает. У нас на экономические ситуации. Ну, я... Кстати, быки друг с дружкой не спорят за эти вещи, потому что это жёлтого. Я не думаю, что мне стоит с ним. Мой следующий где-то здесь. Но, на самом деле, это не страшно, что я его не могу добыть. Там будут появляться ещё. Жалко, конечно, что там, но... Пока мне достаточно и так. Не знаю, наверное, стоит всё-таки башню поставить, чтобы не беспокоиться за эти рейды. Нет, я всё-таки сначала апну. Вот и таран появился. То есть, сейчас уже снос очень легко произойдёт. Блин, ну, я, наверное, не буду ждать. Пойдём-ка мы четырьмя воинами, мне кажется, хватит. Так, а коричневый у нас за вепре играет. Что? А, ну, как хочешь. Так, где у нас тут ближе всего? Вот так пойдём. Ну, даже сейчас ещё рейд сделает ко мне. Короче, меня сейчас ждёшь и просто вынесет. Да это не я! Ты сам говорил, что это твой постоянный ник. Просто зашёл, убился от меня зачем-то. Так, мы видим... Так, речится слив. О, эггер. Сделано. Так, что-нибудь ещё будем делать тут? Давайте, наверное, лекари ещё апну. Что он даже этот... Никто не против, если я зелёного снесу. Надо коричневого. А можно читерое быстрее, пожалуйста? Потому что он меня сейчас снесёт. Вы видите положение зелёного? Сносите, я понимаю вас. Сносите положение коричневого. Кто-то меня сносить, интересно, собирается. Я коричневого не вижу. Слухи, делёшь, коричневый. Там коричневый реально это... У меня соседи фиолетовый и жёлтый, я не вижу коричневого. Там коричневый по науке побеждает. А кто в соседях у коричневого? У меня синий и зелёный. Зелёного ясно? Да, 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 да. Стаси, стаси, стаси. Блин, зелёный меня сносит. Прикинь, ой, жёлтый. Вот гад. 12. Ну, я считаю, нечестно. Так, а куда мне? Так, как-то мне сделать-то. Тот, кто сносит зелёного, просто лучше человек не дополняет. Ух ты, блин. Вот это неудачно. Зелёного положения, вы видели? А это просто месть моя ему. Вот это очень неудачно у меня тут получилось. Так, набираем ещё войска. Спустите к пищевому, нормальный счёт. Так, а кто это меня, жёлтый сною, Лебуэр? Ну, давай, 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 давай. Успели. Фуф. Так, бежим. Но он не может меня снести, конечно же. У него слишком мало войск. Для этого. Оп, нет, так, я его не снесу. После этой игры ненавидится. Да. Зачем меня, жёлтый? Лебуэр, зачем ты хотел меня снести, я не понял. Правильно делал. Тебе не кажется, что быки должны... Леша не может быть зелёным. Он зелёный. Зелёный. Это я. Да, там да и дело. Леша всех... Леша всех... Ломана в неё нельзя играть. Леша всех... Да, переиграл и уничтожил. Взял не ворона. Смотри, опять бежит. Да что ты будешь делать? Сколько вы... Где помочь? 7. А у меня 7. Снести, алло. Ты такого говоришь сейчас? Кто сносит, алло? Лебуэр, тебе не кажется, что нам не стоит как бы воевать друг с дружкой. Как быкам. Стой, стой, стой. Мы просто друг друга стопаем. Воюй, 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 еще раз воюй. Сносим полностью, всё. Там всё коричневый победил. Вы смотрите, у него наука какая. Ну, то есть ты, пока мы боремся, там коричневый побеждает. Тебе это не смущает вообще? Мне казалось, что коричневый и за зелёным. Нет, он сверху и справа от тебя. Ну, пойдём-то бьём коричневый. Ой, слева, слева. Так, ещё-то еды уже маловато. Рыбаки есть. Ну, короче, я нападаю на коричневого. А у тебя есть сосед коричневого? Я ещё не видел территорию коричневого. Блин, у него ещё этот, как его. У него йоту. А, йоту. Да. Ну, вот уже у него. Не количневый пояс, а вот. Уже у того, айс, косейно. То есть, количневый пояс. Ну, короче, он сейчас явно будет подходить на меня, нападать. Я не знаю, ну, короче, просто проспали это соседи, которые проспали коричневого. Иди, заходи. Жёлтые. Только на меня не нападай. Чтоб зайти да разведать надо. Меня вот только чёрные видят. А, чёрный, ты хочешь, чтобы я тебя добил, да? Ну, ё-моё, ребят, ну чё началось? Коричневый победит, и всё, игра закончила. Ну, я не знаю, чё-то чёрный хочет, чтобы коричневый победил. А чё я? Ты сосед его, чё? Ну, ты без того, чтобы на него отправить, ты отправляешь ко мне. Я к тебе никого не отправлю. А, эдик, так к нему выхода нет, Вол. В смысле нету выхода к нему? У всех есть на мейн выход. Разве? Да, на мейн у всех есть выход. Просто кто-то недоисследовал карту, нормально. А, я думал, это красный, я перепутал. Ну, да. Ну, я пойду чёрного добью. Чё сень я опять поднакоплю, тогда на него уже будет высоко. Ты уже ничего не поднакопишь, он выиграет примерно через полторы минуты. Жёлтый, сейчас тут будут бежать эльфы. Я захожу. Давай. Зелёна, а чё у тебя так моя территория сдалась? Да я не могу пройти, кроме как ни по твоей территории, потом бежит Жёлтый, блин. Нахера ты её вообще забрал? Жёлтый, я не знаю, зачем Жёлтый? Вот даже если не брать внимание, что я это я, например, да, то есть зачем, зачем одному быку нападать на другого в одинаковом развитии? Блин, мне вот эту территорию надо исследовать. Блин, а что, других соседей нет у коричневого? Кто видит территорию? Кто сосед коричневого? Оранжевый, оранжевый, кто оранжевый? Напишите ему. Нет, слушайте, мы, походу, вынесем. Всё-таки. Слава богу. Всё. Теперь надо добивать чёрного. Ага, опять зелёный меня переключился. Ладно, помню. Мне благодарить. Оранжевый, ой, господи, Жёлтый. Ты можешь скинуть зелёного, пожалуйста? Нет, ты нам чуть игру не слил. Ладно. Ну, нельзя оставлять чёрного, потому что он просто кидает рейды в тот момент, когда у человека 90% по науке выиграно. Ну, коричневый как-то слишком рано сдался с другой стороны. Я Жевш. Тауэли пишет, я Жевшик. Зачем? Не входи. Чёрный, ну не входи ты в территорию, когда там армия стоит. Ты же сейчас просто пошёл, слился зачем-то. Ай, я что-то, что-то так бы слился. Ты меня сейчас просто снесёшь. Ладно, спасибо за игру, я сдаю. Так, теперь давайте думать. Такие у нас... Ну, побеждать Славой за Торфена, естественно, сложновато. Ой, ой, у меня... Спасибо за игру. У меня... Маловато... Блин, слушайте, так у меня сейчас... А, нет, есть плюс два, слава богу. Маловато еды для того, чтобы побеждать Слава. Ну, что, территорию надо добавлять, понимаете же, да? Так. Построено, построено... Блин, уничтожено полностью... Гавань улучшена и уничтожена, жопа. Не, слушай, любой ар, я тебе эту территорию не могу дать. Это слишком... Слишком жирно тебе, не кажется? Ну, во-первых, я её забирал в коричневую. Давай договоримся, что ни я, ни ты не берём её. Вот я могу так. Хочешь, нет? Ну, я вообще сильнее. Да. Но можем так договорить. Можем ещё повоевать. Просто это слишком много камня. О, тут 30... Кстати, я вот эту возьму территорию. И тут камень добуду. Так, нам надо сначала лесорубов тут поставить и добывать. Так, кто у нас сейчас... Ну, понятно, что жёлтый бык, он просто воевать будет. То есть, как и я. Мне тут через науку какую-то или ещё как-то побеждать в адрес. Нереально. Ну, жёлтый как бы... Что жёлтый, я не слышал. Жёлтый меня атакует. Атакует. Ну, он ко мне в прохват. Ну, строй армию. Как бы это... Это идея... Жёлтый. Идея, как он побеждает. Ну, если... Нет, если жёлтый сейчас меня вынесет, то следующий побежает жёлтый. Я вот сейчас... Ты расскажи, как он побеждает. Как жёлтый побеждает. Если ты думаешь, что он по славе побеждает, то как бы у быка не так много еды, чтобы... Нет, ты посмотри, у него разрыв со мной нет вообще в процентах с мудростью. У меня 50% мудрости. Это сколько ещё побеждать надо? Ну, я, кстати, не до с мудрости людей сейчас. У меня только один камень. У меня только вообще в мореходе... Мне надо добыть камень, поставить... Ну, вот, ещё час может добывать. Так, что не зачистить вообще можно? Поставили ты на йотанах на пол. А там релик для вождя. Нужен дом. Причём я ещё один дом улучшу, пожалуй. У меня достаточно для этого камня будет. Тут надо додобывать. Хотя нет, тут всего три осталось. Потом как-нибудь додобываем. У меня надо территорию исследовать. Денег не хватает. Трындец. Короче, у меня есть большие проблемы здесь вообще. Просто по всему. Хотя, наверное, даже... Скорее я сначала пристань дракаров построю. Сейчас тут начнут появляться жители. Так, теперь пир устроим, кстати. Чтоб они быстрее появились. Не знаю, стоит ли мне улучшать добычу дерева или лучше просто ставить... Блин, я бы, наверное, улучшил, чтобы по высых тене. Хорошо, давай добычу камня сюда. Улучшать я буду ещё пристань дракаров. Сначала пристань дракаров, потом какой-нибудь дом. Слушайте, интересно, а градостроительство работает? Нет, нет, я хотел подумать, работает ли на алтарь канунгов. Ну, чеканку возьму. Кто-то строит. Этого я сейчас сначала в кораблестроители отправлю. Кракена пропустил, который разрушил меня. Ну, потому что воевал в это время. Так. Этого сюда. Этого сюда. Добываем камень. Кстати, мне надо открыть в эту территорию. Ой-ё-ё. Похоже, в гг. Кого гг? Ну, красный снёс либо меня гг, либо фиолетово. Так это только вам, гг. Надо открыть эту территорию, потому что тут у меня... А как вы так играете, что у вас нет ничего для защиты? Да, я не знаю. Вот чёрный возмущался, что я его сношу. У него было два военных лагеря. Странно, в Норсгороде не воевать ни с кем. Не, ну есть же победы с помощью, ну, других. Победа с помощью других? Это что за победа? Ну, в смысле, вспомнить ещё мудрость и торговля, это же не война. А те, типа, такие будут смотреть. Ну, а все остальные, вот как сейчас с коричневым было. А те, кто? Ахой. 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 но нельзя территорию ворону отдавать просто зачем да там любой смотри-ка в славу давид так еще нужны дома так тут у меня все сделано все что все что возможно давайте наверное еще здесь метателя топоров и торговый пост все-таки еще поставим что улучшенные торговцы мнение не трогай брось как у пока на что как я нарешил напасть на меня не на желтого вот к оранжевый по торговой победе пошел побоялся нашел так не добыл еще будь здорово и ну это это не полный набор на самом деле мы можем 6 добыть это все будет давать бонус а тут сами мы выбираем потом можем выбирать что одевать будь здорово так давайте наверно здесь организую алтарь но пока торговый пост и кракен оранжевый но судя по всему нет оранжевый ворон у нас нет таки на тогда или это был ивент я проглядел просто ивент конечно а ну тогда я просто победила извиняюсь я не знаю даже но вообще военное ремесло стоило бы открыть несомненно но это поэтому слава такая у желтого тоже вот тут видите моя находится не знаю стоит ли идти туда добывать и в принципе 3 пока хватает возможно так тут ничего нету знает пошли желтого исследовать что он реально по славе побеждает ворон вряд ли скоро победит по славе у если как по науке я отстаю от желтого например прошлите вот это зачистим пойдемте кому синему а у меня нет спины но а ты как не упройдешь возвращаемся опыт будем набирать так но все равно фиолетовый готовься но у меня мало денег то есть мне надо на самом деле прокачивать так если это 10 сделаю тут сколько камня осталось вообще два то есть пять камня 29 ну добавим когда ты такой же меня 15 грамм за зала что давайте апнем торговый пост ну все мне похода гага кому там ничего кому там гг сидим а кто тебя убивает сильно жесткий бакси на жесткий ладно я иду на помощь желтая на тебя на по не убивая синего да я не убивал а что ты делал сам быканул я ничего не делал я просто стоял и добывал я даже на тебя не нападал а зачем армию там составил смысле я не составлял а что ты тогда убил так сколько у него а ну ты на меня потому что уже побежал 13 бежит на меня я оставил свою армию а чтобы еще оставалось сделать смотреть как ты отбираешь мне территорию и что а красный за кого играет а синий так тут все добыто и ну что за наглость я понять не могу что случилось я уже по тебе а зачем тебе чтобы уходить а я уже могу а я чеканку же принял давайте вот к этому ты заберешь территорий и сами накачались я даже не угодно накачал и добывал их бойцов и нужны так здесь такой зеленый зонтая за меня заберем 5 территорий 5 территорий надо еще набрать а я даже следующий не могу планировать меня и бенец да тут за быка вот в этом проблема тут за быка славой как бы сложновато побеждать пройти за кого синий играет что-то я пропустил за а загоняем а так это могу уже это добыть отправим нашего парня где это молнию льет меня понял не знаю стоит ли развивать эту как бы эти эти три камня мне уже погода не сыграет я уже ничего не я пла мне кажется развита развита а вот это можно убрать кстати убираем и ставим тут так развита вот здесь можно развить ну блин жалко развивать области в которых ничего так нужно еще один еще один дом нужен стопудово здесь и давайте но если не послали так по науке по мудрости здесь все таки разовьем поставлю метателей топором и вот что самое было неприятно то что я построил башню большую такую здоровенную он просто взял ее за раз буквально уничтожил еще и никого урона я не смог нанести причем у нас армия была равноправная еще и разработчиком нет я чаще я считаю считаю что у меня юница полтора идет да и диана теперь да вижу здесь сидеть но у меня 17 эти 6 процента 90 я постепенно сейчас получу йоту ну надеюсь ну да сейчас вынесут тебя синие и 4 быка останется бой 3 быка останется то поле так смотрим что мы тут нашли это я нашел 20 ворот и 20 на союзной территории не меня этот опыт больше нравится так там уже желтые наукой побеждает а вот что мне надо было бы улучшить конечно ну чё поделать надо нападать на желтого иначе гг тут будет уже а вкачаны хотя сколько лагерей желтый все 7 или 8 ну да типа у меня у воина сила 7 у тебя 9 до 60 здоровья и плюс 16 дождать последнего уже или синие паса в два раза надо было от найдешь его победить поем я нападаю на желтого и свечу иначе он наукой победит но было бы чем не хочу пока тратить этот нерал если вместе нападем то я не против ну я уже ну тогда иду да блин я же выбрал его ну а нормально он бежит до все минус армия она обыкнул но это гг получается фига у тебя армия ведь 7 человек ничего ты ты не не заметил он у меня убил до этого 12 ну тут уже как бы я так быстро как бы войска не отрагеню все что смог уже победа наука очевидно у желтого и твоя даже убил он мне только что у меня было 15 вот у меня было 12 я и причем я еще дебил послушай пришел на рассадь 15 для быка это много 12 для коня это мало тебя должно быть 20 как минимум просто как минимум ну почему не беды не зло я на едининг сделал 1 у меня было по моему 800 денег вот на все деньги все ладно а красный бык что надеется и причем я еще вот молнии шандарах ну и это все равно не помогу ну тебя да выносят лёша да нету смысла атаковать лидера на самом деле потому что он просто очень жирный у меня то у меня он бьет торфе на а у желтого бессмысленного слишком мало юнитов для этого ну короче у желтого просто лучше было развитие и все то есть тут как бы особо без шансов воды не вовремя а вот еще могу войны сделать нет и могу ладно умираем да зачем делать армии он побеждает наука через вижу 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 ой блин я вышел случай хотел уже смотреть а про милёша тут все аутировали всю игру да это вообще трындец какой-то просто черный орет на меня сносит зеленый у самого два военных лагеря стоит вообще да то есть первое пост даже после первой атаки типа построить военные лагеря нафиг надо типа за ворона синяя синего света у меня 12 воинов было в конце игры даже у быка 15 воинов а у быка напомню минус один воин в каждом военном лагере то есть что же там построил такое нет у меня вообще общая 17 было так все вы закончили или нет на с победой или бойер ну в общем вот так за быка тоже разнообразие еще раз повторяю считаю что это самый простой клан в плане развития то есть тут важно только не терять в общем то своего если своего этого шефа воеводу почему ты не выигрываешь по науке воеводу вот бегаешь просто воюешь со всеми и он реально я считаю что это слишком крутой клан потому что в нем слишком много всяких бонусов и практически нету минусов то есть минус только в меньшем количестве воинов наверное я могу сказать но это минус только на первые два года потом бык просто раз разудись плечо как говорится и развлекаешься дальше спасибо что досмотрели еще раз прошу прощения что не получилось со стримом можно было играть его на игры всем пока договориться с другим соседом и распилить кого-нибудь